Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, Ed CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют, согласно сайт CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такое маленькое снижение за последние 24 часа. Но если посмотреть на графики ведущих криптовалют, несмотря на тот факт, что они находятся или выглядят в красном, они движутся вбок за последние 7 дней. И давайте сегодня также проанализируем криптовалюту, которая не входит в топ-10. Вчера я анализировал Matic, недавно я на самом деле писал по поводу Teta Network, так что давайте Stellar практически, думаю, что тоже недавно мы обсуждали Ethereum Classic. То есть посмотрим, что на графике Ethereum Classic на всех ключевых таймфреймах. Конечно, как всегда, начиная с месячного таймфрейма. Итак, этот дневной таймфрейм мы начинаем с месячного таймфрейма. Вот он график. На месячном таймфрейме видно, что сформировали здесь бычие свечи, а последняя бычая свеча имеет очень-очень большая верхняя тень. То есть это показало, что появилось мощное сопротивление в этой высокой зоне. Но у этих свечей сохранилась череда из повышающихся минимумов и максимумов. То есть бычий сигнал не отменился. На данный момент формируется вот эта маленькая медвежья свеча. На самом деле она не маленькая, но на фоне вот этих двух она кажется маленькой. Но у нее, что сейчас есть, максимум ниже предыдущего, то есть это медвежий сигнал. Однако минимум остается выше предыдущих, то есть это некий маленький бычий сигнал. То есть эти два сигнала говорят о том, что график идет в бок, то есть идет консолидация. Weekly. Вот она практически, вот это, ну в прошлом году как выглядел график. Потом практически в первой части этого года график практически сильно вырос. Уикли свеча вот эта на недельном таймфрейме, она также имеет большое бычье тело и большая верхняя тень, которая показала, что в верхней части практически сформировалось мощное сопротивление. На фоне этого сопротивления цена пошла вниз. Вот свечи, которые здесь формируются. На уикли что хочу показать. У этих свечей понижающиеся максимумы, то есть это медвежий сигнал. И они, кажется, формируют на данный момент некие локальные минимумы в зоне практически самой нижней точки вот этой мощной бычьей свечи на уикли. То есть можно сказать, что это сейчас некая поддержка. Давайте даже я некую линию поставлю, чтобы было ясно, что вот эти маленькие свечи имеют минимумы где-то вот здесь примерно, то есть отсюда они где-то получают некую поддержку. Итак, переходим к дневному таймфрейму. Что сейчас у нас на дневном таймфрейме? Вы знаете, на дневном таймфрейме вот она эта поддержка. Может быть даже сейчас сначала на 4-х часовом на нее посмотрим и вернемся. Вот она эта поддержка. Тут как будто был практически нисходящий канал, который практически или клин. Ну, давайте канал нарисуем, который являлся частью, может быть, некого флага. График якобы вышел из флага, но он был очень таким длинным. И, соответственно, не смог возобновить движение вверх, а пошло движение вбок. И, соответственно, если растянуть вот эти линии, кажется, что даже здесь есть нить и треугольник. Конечно, вот он практически этот треугольник. Ну, тут такие всякие фигуры и треугольники, и флаги, и каналы. Но в целом кажется, что движение идет вбок. То есть, если вот эта верхняя часть, которая показывает, что здесь есть сопротивление, то есть провести через вот эти последние вершины, может быть, угол меняется. Но здесь также практически есть и поддержка, и здесь практически, если по минимуму провести вот эту линию, она имеет некую такую же практически логику. Сначала вот она была поддержка, сейчас она немножечко растягивается. И как и не смотреть и рисовать здесь на графике фигуры, все они говорят о том, что как будто график идет в такую консолидацию, и потом уже будет определяться, в каком направлении ему выходить. С целью сейчас возвращаюсь и на дневной таймфрейм. Вот они практически эти сужающиеся линии, показывающие, что у нас тут некие треугольники, которые идут вбок. И сейчас добавляю еще скользящие средние. Конечно, две скользящие средние, нам пока не хватают. 30-дневная или месячная. И, соответственно, 90-дневная или трехмесячная. Давайте немножечко стиль поменяем, чтобы они были легче заметны. Вот она практически и 30-дневная. Что сейчас здесь сразу видно? Они и скользящие средние показывают, что график идет вбок. Вот она сверху, быстрая скользящая средняя, 30-дневная. Она здесь замедлила свой рост и пошла вбок. Нижняя пока немедленно идет вверх. Но расстояние между ними уменьшается. И цена находится именно между этими скользящими средними. То есть все это говорит о том, что график консолидируется. Будет интересно, как долго продолжится эта консолидация и что произойдет после ней. Но как-либо здесь не посмотреть на график, на всех таймфреймах. У нас все говорит о том, что график консолидируется. И потом мы знаем, что чем дольше будет эта консолидация, тем надежнее будет последующее движение, когда график выйдет из консолидации. Давайте будем надеяться, что он выйдет вверх. Итак, друзья, у меня на самом деле на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам, конечно, всем желаю удачи на финансовой рынке. Здоровья и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был Эдкерспар. Продолжение следует...